В прошлый раз я рассказывал вам много про логистическую регрессию, надеюсь, мы все с ней разобрались, вот и вроде дополнительную лекцию проводили тоже, где пытались понять, зачем это нужно, ну, вроде поняли. Сегодня я поговорю про другой метод, тоже линейной классификации, который, ну, по сути отличается только функцией потерь, но при этом выводится совершенно из других соображений и довольно интересный. Это, собственно, метод опорных векторов. Ну, по-английски называется support. Все неправильно пишу. Ну, сокращенно SVM. Значит, два замечания про нейминг. Во-первых, ну, вот у меня почему-то есть такое мнение, что правильно говорить векторов, а не векторов. Вот, хотя, конечно, метод опорных векторов звучит красивее, как-то, не знаю, рифмуется, что ли, лучше слова между собой. Но, тем не менее, вот я буду стараться вот так делать. Во-вторых, вот в английском варианте говорят машин, вот, пожалуйста, не переводите это на русский, как машина опорных векторов. Ну, как-то это звучит стрёмно, и у нас так не принято. Вот, ну, вот в английском, да, почему-то многие методы, они машин. Вот мы будем там градиентный бустинг проходить, его тоже называют иногда градиент бустинг машин. Ну, у нас тут с машинами и с машинками особые отношения, поэтому, да-да-да, вот вы тоже в чате это заметили, я смотрю. Поэтому будем этого избегать. Значит, ну, напомню, у нас наша модель имеет вид скалярное произведение. И давайте вот сейчас B, коэффициент B я буду выносить отдельно. Мы поймем, почему. И давайте, значит, задумаемся про следующее. Смотрите, представьте для начала, что у меня линейно-разделимая выборка. Вот это первое, что мы рассмотрим, линейно-разделимый случай. Ну, допустим, у меня вот есть какие-то объекты, и действительно они лежат так, что я могу прямой разделить их на две части. Ну, и выбор тут, кажется, у меня довольно большой. Как провести эту прямую, которая имеет ноль ошибок? Давайте, не знаю, вот разными цветами их нарисую. Допустим, у меня есть вот такая прямая. Допустим, у меня есть какая-нибудь вот такая прямая. И, допустим, у меня есть какая-нибудь прямая вот такая. Буква G получилась почему-то. Вот какая из них, на ваш взгляд, лучше, как думаете? Красная. А почему? Как бы вот вы сформулировали, почему красная лучше? Устойчивее. Ну, действительно, во-первых, если я красную чуть-чуть подвигаю, то ошибок больше не станет. А если я, например, синюю или зеленую подвигаю, то есть шанс, что я начну что-то классифицировать неправильно. Ну, и есть еще одно объяснение, чем красная лучше. Вот смотрите. И давайте посмотрим с вами на, допустим, зеленую кривую. Прямую, простите. Зеленая прямая, по сути дела, делает дополнительные предположения про мои данные. Она почему-то считает, что у меня вот здесь тоже лежат крестики. Да, то есть вот она прошла почему-то так, как будто вот в этой области скорее крестики, чем нолики. И наоборот, синяя прямая прошла так, как будто вот здесь у меня какие-то нолики лежат. И это странно. Это выглядит, как какое-то переобучение. На самом деле, конечно же, я ничего не знаю про вот эту вот область между крестиками и ноликами. И красная как раз прямая ничего дополнительно не предполагает про нее. Она просто разделяет пополам. А зеленая и синяя почему-то вот решили, что где-то там какого-то класса больше. Ну, это вот иногда, ну вот у вас философия будет в следующем году, возможно. Вот там есть принцип бритва Акама, типа не делая дополнительных предположений про то, с чем вы имеете дело. И вот здесь как раз иногда говорят, что вот СВМ, он по принципу бритва Акама работает. Он старается делать как можно меньше дополнительных предположений о нашей обучающей выборке. Если подвести итог вот этой болтовне, которая сейчас была, наверное, хотелось бы проводить разделяющую прямую, ну или разделяющую гиперплоскость, если пространство большое. Хотелось бы проводить ее так, чтобы она как можно дальше отстояла от всех моих объектов. Тогда я буду делать как можно меньше предположений про мою выборку. Хорошо. Давайте попробуем теперь как-то математически это выразить. Значит, чтобы это выразить математически, мне понадобится сделать следующий трюк. Обратите внимание. Вот, значит, у меня есть мой линейный классификатор, который берет знак от скалярного произведения плюс B. Допустим, я зачем-то захотел поделить мой W и мое B на какое-нибудь число. Ну или умножить, там, неважно. Ну, давайте поделить. Какое-нибудь число альфа. Это просто число, которое больше нуля. Тогда, понятное дело, ничего не изменится. Ну, типа, от того, что я W поделил на какое-то положительное число и B поделил на какое-то положительное число, знак вот этой вот штуки не поменяется. Ну, согласна, да? Вот. Значит, получается, у меня есть некоторая степень свободы у моего набора параметров W и B, которой я могу как-то распорядиться. Я могу наложить какое-то требование на W и B к тому, какой масштаб, какую нормировку они имеют. Так, вот вопрос у Ильи. Какое поведение мы ожидаем, если у нас крестиков больше, чем ноликов, но они располагаются в одинаковых по размеру областях? Вот здесь меня только волнует полоса, вот эта пустая между классами. Неважно, плотно или разреженно крестики и нолики находятся, меня волнует только вот эта зона, которая между ними. Я ожидаю, что если я вот тут разреженность, допустим, крестиков увеличу, то ничего не поменяется, если при этом полоса остается той же. То есть, про плотность классов ничего. Так вот, вернемся к нашей теме. Я могу выбрать, как отмасштабировать, как отнормировать W и B. И давайте я решу вот что. Давайте у меня будет вот такая штука. Минимум по всем объектам из обучающей выборки. Модуль скалярного произведения W на X плюс B будет равно единице. Что это условие означает? Давайте запишу. Значит, это новое требование, которое мы ввели к модели. Что это значит? Значит, смотрите. Ну, я думаю, вы все линейную алгебру сдавали. Вряд ли кто-то смог это дело пропустить. Ну, и, наверное, вы помните, что если я хочу посчитать расстояние от какой-то точки X0 до разделяющей гиперплоскости, ну, давайте… Ну, я, кажется, странно это обозначу. Ну, я думаю, вы уже привыкли к тому, что я очень стремно все записываю. Значит, если я хочу посчитать расстояние от точки X0 до разделяющей гиперплоскости, соответствующей модели А, то формула будет такая. Это будет модуль W на X плюс B поделить на норму W. Ну, L2 норму. Ну, я думаю, вы выводили такую формулу, да? Было у вас такое. Значит, это расстояние от точки до некоторой гиперплоскости. Хорошо. Значит, мы с вами сформулировали чуть выше, что я хочу, чтобы моя разделяющая гиперплоскость находилась как можно дальше от объектов моей выборки. Ну, давайте тогда я посчитаю вот какую штуку. Давайте я посчитаю минимум по всем объектам из моей обучающей выборки расстояние от данного объекта до разделяющей гиперплоскости. Давайте я тут прокомментирую, что это такое. Это, значит, минимальное расстояние от разделяющей гиперплоскости до объектов обучающей выборки. Ну, то есть, грубо говоря, у меня есть гиперплоскость, есть объекты какие-то. Ну, я посчитал расстояние от каждого объекта до моей гиперплоскости и выбрал минимальное из них. Простите, что я разжевываю, просто у меня после прошлой лекции какая-то травма, что никто ничего не понимает. Ну, короче, сегодня ничего сложного не будет. Сегодня вы все поймете. Это я уверен. Так вот, значит, и вот я считаю такой минимум. Ну и смотрите, у меня знаменатель здесь в этой дроби, норма W, не зависит от X, поэтому ее можно вынести за знак минимума. Ну, и останется минимум у этого модуля, а к нему я предъявил требование, что этот минимум равен единице. Поэтому получается, что минимальное расстояние от гиперплоскости до ближайшего объекта при выполнении этого условия, давайте его в квадратик отведу, минимальное расстояние равняется просто 1 делить на норму W. Очень удобно, согласитесь. То есть получается, что если я вот как-то потребовал от модели вот эту штуку в квадратике, то мне очень легко посчитать вот это расстояние. Просто 1 делить на норму W и все. Значит, эта штука, точнее, это удвоенная штука, давайте ниже запишу. Значит, 2 делить на норму W. Это, по сути, ширина разделяющей полосы. Ну, 2, потому что, типа, это расстояние от гиперплоскости до ближайшего объекта, значит, в другую сторону от гиперплоскости я могу так же отойти. Значит, это вот такая разделяющая полоса у меня. И по-английски это нередко называют margin. То есть тоже отступ. Но обратите внимание, это не тот же отступ, который у нас был для объектов. Это отступ классификатора. Это важный момент. Вот отступов у нас получается в курсе 2. Есть отступ объекта, это, ну, помните, да, это, по сути, там, расстояние до гиперплоскости со знаком. А есть отступ классификатора. Это, ну, расстояние, размер разделяющей полосы. Значит, как считается расстояние до гиперплоскости вот по этой формуле. Я, вам ее выводили, я не хочу повторять ее вывод. Если интересно, можете на семинарах попросить семинаристов. Они вам расскажут. Ну, или меня, если вы в моей группе. Вот, Георгий. Или у вас вопрос какой-то конкретный был? Что-то было непонятно про эту штуку. Не совсем понятно, как получаем требования в квадратике. Нет, в смысле, вот, я просто его предъявил. Я говорю, вот, я хочу, чтобы у моего классификатора вот это было выполнено. И если это выполнено, то верны все дальнейшие рассуждения. То есть не то, что это какая-то аксиома. Как реализуем, вы узнаете. Сейчас, собственно, будем записывать оптимизационную задачу, вот, и вы увидите, как мы это требование там навяжем. Пока что я просто сказал, что если это выполнено, то вот эти утверждения верны. Значит, вот, Никита жалуется, что расстояние зависит от нормы вектора весов. Ну, так вышло. Ну, смотрите, ну вот в этой формуле, да, для расстояния от точки до гиперплоскости откуда берется норма W? Ну, потому что вы можете W умножить на какой-нибудь там, не знаю, на 10, от этого ваша гиперплоскость вообще никак не сдвинется. Вот. Но, типа, почему-то числитель будет больше. Ну, и, по сути, знаменатель нужен, чтобы это исправить. Ну, и дальше тоже, как бы, получается, что у меня вот это W остается. Это может быть не совсем интуитивно, но, как бы, вот, пожалуйста, вот выкладки, все есть. Или вас что-то еще смущает? Ну, напишите, короче, если что-то вас тут волнует. Ну, а мы тем временем давайте продолжим. Значит, итак, мы выяснили, что ширина нашей разделяющей полосы вот считается так. Ну, и, наверное, мы хотим эту ширину максимизировать. Мы хотим, чтобы наш классификатор стоял как можно дальше, от объекта, получающей выборки. А, ну, окей, ну, тут Данил меня подловил, что, типа, если я W умножу, то у меня B не поменяется. Но если я и то, и другое умножу на 10, и W, и B, то у меня для тех же самых точек будет выполнено уравнение W на X плюс B равно 0. Вот, и поэтому, типа, геометрическое место в этой плоскости не изменится, и она останется там же. Я плохо сказал, извините. Так вот, значит, ну, и получается, мы хотим с вами решать вот такую задачу. Один делить на норму W к максимуму по W. Нет, Никит, как раз вот у меня поинт такой, что вот в этой формуле, вот в этой формуле расстояние не изменится, потому что даже если я W и B умножил там на, не знаю, десятку, то за счет нормировки у меня ничего не поменяется. я вот про это. Так вот, значит, хотим максимизировать в эту штуку. Ну, а понятно, если у нас там один делит на норму W, производные у этого будут какие-то страшные, поэтому давайте вместо этого минимизировать знаменатель. Вот такая задача. Ну, очевидно, это не та задача, которую мы хотим решать. Если у меня задача будет выглядеть только вот так, то у нее решение тривиальное, это типа W равно нулю. Там достигается минимум нормы. Но выше мы с вами предъявляли некоторые требования. Во-первых, мы хотим вот этого, то, что в квадратике написано. И, во-вторых, мы, наверное, хотим, чтобы наш классификатор не допускал ошибок. Вот давайте сейчас эти два требования запишем. Так, еще вопрос. Почему минимум отношения равен минимуму числителя на знаменатель? Потому что у нас минимум берется по иксам, по объектам, а знаменатель от икса не зависит. Это просто вектор W какой-то. Поэтому я могу спокойно знаменатель вынести за минимум. Это константа. Относительно этой минимизации. Так, значит, ну тут мы выяснили, что нужны еще условия. Ну и условия у нас следующие. Значит, норма W минимизируется. Ну и давайте я в квадрат ее возведу еще, чтобы там корня не было. Тоже от того, что я применяю монотонную функцию к тому, что я оптимизирую, положение минимума не поменяется. Еще у меня есть требование, чтобы ошибок не было. У меня же выборка линейно разделимая, поэтому я уверен, что я могу построить классификатор с нулем ошибок. Поэтому у меня добавляется требование, что отступ на всех объектах больше или равен нуля. Это требование корректной классификации. И еще у нас… Так, здесь у меня Y – это минус 1 плюс 1. Спасибо за вопрос. Вот, значит, это требование корректной классификации. И еще у нас было требование в квадратике. Давайте его я запишу вот как. Значит, ну, еще раз давайте на него посмотрим. У меня тут написано, что модуль W на X плюс B, где оно? Вот, модуль W на X плюс B, если я возьму минимум по всем объектам, он должен быть равен единице. Запишу я это вот как. Значит, смотрите. Почему вот эта штука, почему последнее условие будет эквивалентно тому, что минимум по всем объектам этого модуля равен единице? Вот тут рассуждение такое. Представьте, что я нашел какое-то решение этой задачи. И так получилось, что для всех объектов моей обучающей выборки вот эта штука, W на любого X, W на X и T плюс B больше единицы. Вот, допустим, вышло так, что у меня нигде не достигается этот минимум. Все вот эти модули строго больше единицы. Но если это так, и W со звездой решения, то есть все условия другие тоже выполнены, тогда я могу посчитать какой-нибудь W со звездой с волной, которая равняется W со звездой поделить на некоторое число альфа. Ну, то есть я могу немножечко уменьшить как бы W, и тогда все условия остальные будут выполнены все еще. Ну, типа от того, что я W поделил на какую-то альфу, у меня там второе условие корректности не поменяется, там знаки не поменяются никак. Вот это условие третье тоже не поменяется, потому что я уменьшаю немножечко, и у меня все еще больше единицы все модули. Но при этом W, норма W уменьшится. Значит, у меня не может быть такого решения, в котором все эти модули строго больше единицы. Я так немножечко на пальцах, но я думаю, идея понятна, что из-за того, что я минимизирую норму W, у меня не может получиться вот такого. Тогда у меня просто есть простор для уменьшения нормы W. Значит, вот это условие эквивалентно условию звездочка. Давайте я его обозначу. Ну и давайте обратим внимание, что я могу тогда второе и третье условия просто схлопнуть в одно. вот получается такая задача. Собственно, это как раз задача метода опорных векторов для линейно разделимого случая. Так, почему требование корректной классификации не сломается? ну, потому что, смотрите, я вот здесь поделил W со звездой на какое-то альфа, которое больше нуля. Ну, я считаю, что B я тоже поделю на эту альфу. То есть, просто здесь я это не написал, но, типа, я еще посчитаю B с волной со звездой, которая тоже равно B со звездой поделить на альфу. От того, что я W со звездой и B со звездой поделил на какое-то положительное число, у меня требование корректной классификации не поменяется, потому что знаки всех этих вот отступов не изменятся. От того, что я взял вот эту вот как бы штуку и в ней поделил W и B на константу, знак не изменится. Ну, а значит, все объекты все еще будут корректно классифицироваться. Понятно? Как мы схлопнули условия? Так, Илья, на ваш вопрос я ответил? Все хорошо? Да, окей. Значит, как мы схлопнули условия? Значит, смотрите, вот, если у меня выполнено вот это ограничение, которое написано в последней задаче, то, во-первых, раз у меня все отступы больше или равны единице, значит, они больше или равны нуля. То есть, вот второе требование, требование корректной классификации отсюда точно вытекает. И, смотрите, поскольку у меня как бы знак в этой штуке всегда положительный, вот это тоже самое, ну, как бы отсюда следует, я могу взять модуль просто левой и правой части этого неравенства, да, модуль Y к этого у меня будет равен единице, потому что у меня Y к это либо плюс один, либо минус один. И получится, что W на X и T плюс B больше или равно единице. Просто взял по модулю обе части и вот, значит, получилось вот так. если я решил эту задачу, то и я решил предыдущую задачу. Ну и в обратную сторону тоже можно это показать. Никита ответил на ваш вопрос. можно ли на пальцах, как веса связаны со расстоянием до гиперплоскости. Я не очень могу это интуитивно объяснить, поэтому боюсь, что на пальцах нельзя. Это просто некоторый такой формальный факт, который мы с вами вывели, что вот типа если выполнено вот то условие звездочка, что если выполнено вот то условие звездочка, то у меня, значит, расстояние от гиперплоскости до ближайшего объекта вычисляется как один дилетонорма W. Ну вот так. Как из третьего условия следует второе. А что вы третьим условием тут называете? В смысле, вот как из третьего условия в предпоследней задаче следует второе в последней задаче, вы имеете в виду? Чуть четче спросите. Так. А, ну да. Нет, я говорил, что в предпоследней... Нет, нет, нет. Я сказал, что в предпоследней можно объединить второе и третье условия в то, что у меня получилось в последней задаче. Я не говорил, что одно следует из другого. Они, вот эти два условия, они как бы не являются подмношенными друг друга. Просто я их объединил в одно более сильное условие, вот в это, из которого уже следует и второе, и третье в предпоследней задаче. так, значит, не очень убедительно, потому что y, и, то это знак, а в третьем мы вроде просим оптимизировать расстояние. Не, ну слушайте. Так, ну ладно, короче, я готов про это поговорить потом. Сейчас давайте не будем в это закапываться, просто вроде бы это такие не самые еще сложные штуки на сегодня. Вот, если что, давайте потом обсудим. А вот вроде бы уже не нужно. Хорошо. Значит, мы обсудили, как, значит, строить вот такую модель для линейно разделимого случая. При этом обратите внимание, что получилась задача условной оптимизации. То есть тут уже, кажется, градиентным спуском не очень получится решать. На самом деле можно, я в конце расскажу, как эту задачу свести к безусловной, но нередко для решения задачи SVM применяют уже какие-то более сложные солверы. Вы там про них на курсе оптимизации весной послушаете подробно, которые как раз для таких вот условных задач пригождаются. Теперь давайте поговорим про линейно неразделимый случай, потому что все, что выше, имело чисто теоретический интерес. Ну, вряд ли вы будете встречать какие-то выборки, которые линейно разделимы. Значит, если у меня линейно неразделимая выборка, ну, то есть какая-нибудь, не знаю, вот такая. Ну, понятно, тут вы никак прямой не отделите, крестики от ноликов. Тогда, ну, вряд ли получится, значит, да, разделимая, если у нас есть гиперплоскость, которая правильно все классифицирует. Да, вы правильно пишете. Вот, если случай неразделимый, значит, у меня не существует такой гиперплоскости, которая не допускает ошибок. Ну, а значит, у меня не получится найти такие W и B, при которых выполнены все ограничения вот этой задачи, которая записана на экране. Ну, то есть просто задача неразрешима будет, у меня нет решений. Значит, мне нужно как-то ее поменять, чтобы решения были. Ну, и поменять предлагается следующим образом. Давайте я сделаю ограничения, которые у меня записаны здесь, более мягкими. Поясню, что это означает. Значит, ну, здесь давайте я запишу W квадрат, минимизирую. И давайте здесь я запишу вот что. Y и T умножить на W на X и T плюс B больше или равно единица минус некоторое число X и T. И это, значит, у меня должно быть выполнено для всех объектов. Значит, в эти X и T по-английски называются Slack Variables. Ну, и, по сути, то, насколько я позволяю, насколько я послабляю это условие для и того объекта. Ну, обратите внимание, да, если, допустим, я для какого-то объекта никак не получается отступ сделать равным единице, я к X и T просто сделаю каким-то там, не знаю, равным десяти, и тогда отступ должен быть больше или равен хотя бы минус девяти. То есть X и T это требование ослабляет для конкретного объекта. Ну, и понятно, что X и T у меня должны быть больше равны нуля, потому что зачем мне делать отрицательным? Если X и T отрицательное, оно будет ужесточать это условие, а мне этого не нужно. Хорошо. Хорошо. Скажите, почему вот эта задача… Да, но я оптимизирую, я разрешаю моему оптимизатору подобрать X и T тоже. Почему эта задача, которая записана, будет иметь тривиальное решение? Можете сказать? Есть какие-нибудь соображения? Да, если вот задача у меня записана так, то я могу просто X и T устремить к плюс бесконечности, и тогда у меня по сути это ограничение, где X и T участвует, просто исчезнет, потому что если X и T равно плюс бесконечности, то у меня отступ, Y и T на скалярное произведение может быть любым. Ну, а раз отступ у меня может быть любым, я могу взять просто W равное нулю, и это решение подойдет. Ну, этого, конечно, не хотелось бы, мы тут серьезными вещами занимаемся, поэтому как, значит, от этой проблемы избавиться? Я тут методом тряпки воспользуюсь, на планшете это особенно приятно делать. Вот, значит, я это все сотру. Давайте я добавлю сюда еще вот такое требование. не требование, а функционал просто мой добавлю вот такое слагаемое. То есть, я одновременно буду требовать, чтобы у меня норма вектора весов была как можно меньше, то есть, чтобы отступ был как можно больше, а с другой стороны я не буду разрешать моим этим ксям, да, кситам, не буду им разрешать быть слишком большими. То есть, тоже у меня уже не получится тогда устремить кситэк плюс бесконечности. Тогда второе слагаемое в моем функционале будет мне мешаться и будет давать мне как бы неоптимальное решение. Вот. И вот это, собственно, задача SVM для общего случая. SVM в общем случае. Илья спрашивает, можно ли заменить условие больше равно единице на задачу максимизации отступа. В целом, можно, но я как раз сейчас вам объясню чуть позже, почему это не надо делать. Если мы добавим еще условия максимизации отступов, тогда этот метод превратится в логистическую регрессию, потому что, помните, мы в прошлый раз обсуждали, что как раз-таки по сути логистическая регрессия максимизирует отступы на всех объектах. А здесь как раз-таки плюс этой задачи в некоторых случаях в том, что он не максимизирует отступы. Да, C – это гиперпараметр. И, значит, его нужно подбирать. Так же, как коэффициент регуляризации. Еще один момент отмечу. Вот, смотрите, получается, что у вас вот это слагаемое ой-ой-ой, простите, стер, зря. Получается, что вот это слагаемое у вас имеет один и тот же масштаб, если у вас меняется число объектов, а вот это слагаемое оно будет менять масштаб, если у вас увеличивается выборка. Вот, то есть получится, что если вы подобрали какой-то C для выборки обучающей размера 1000, а потом внезапно вас осчастливили и дали вам выборку размера миллион, то C, который вы подобрали, не подойдет, потому что у вас слагаемое, где сумма C, оно сильно больше будет, там просто больше не нулевых каких-то чисел. Чтобы вот этого избежать, чтобы у меня не было вот такой разницы в масштабах, вот здесь будет хорошая идея еще добавить деление на L, то есть чтобы у меня была не сумма C, а средняя C. Хорошо. Значит, вот такая задача, решать ее тоже нужно какими-то солверами и, значит, вот все хорошо. Как происходит минимизация по B? Ну, как бы B не входит в функционал, то есть вот на B у меня ограничений по сути нет к масштабу B. Я могу B выбрать каким угодно, чтобы у меня как можно больше было выполнено ограничений номер один. Вот, и типа мой солвер подберет просто B, при котором у меня получается с одной стороны минимизировать функционал, а с другой выполнить ограничения. просто я не накладываю дополнительных ограничений на B. Говорю, что кажется, что если мы применим это к линейно разделимому случаю, то получим не то, что нужно. Совершенно верно. Да, то есть если у меня здесь линейно разделимый случай, то из-за того, что я к C позволяю себе выбирать, у меня может получиться другое решение. Да, все так, все так. Это правда. Значит, давайте теперь обсудим еще один такой интересный момент. Вот эта задача оптимизации условная, с ней мне может быть тяжело работать. Давайте я немножечко попробую ее записать в безусловном виде. Для этого я перепишу мои ограничения, чтобы они были относительно кси. Значит, первое ограничение у меня запишется вот в таком виде. Я просто перенесу кси влево, а все остальное вправо. Кси больше или равно 1 минус y и т умножить на вот эту штуку. И второе условие кси и т больше или равно 0. нуля. Ну, и при этом у меня в функционале, который я минимизирую, записано, что кси каждое должно быть как можно меньше. То есть, получается, что я могу просто, вот поскольку эти два ограничения у меня есть, что кси и т ограничены снизу одним числом, которое вот здесь записано, еще нулем, и при этом кси должно быть как можно меньше, то кажется очевидно, что у меня кси и т просто нужно брать равным максимуму из нуля и единицы минус y и т на w на x и т плюс b. Ну, замечательно. Кажется, я понимаю, каким брать кси и т. И давайте я в это уравнение, в эту формулу для кси и т. я просто подставлю в мой функционал. Что у меня тогда получится? Норма w в квадрате плюс c умножить на 1 делить на l сумму по всем объектам максимум из нуля 1 минус y и т w на x и т плюс b. и это дело я минимизирую по w и по b. Вот это эквивалентная задача в этой условной. Только эта задача уже безусловная. Тут есть некоторые проблемы с гладкостью. Я тут беру максимум из двух чисел. Поэтому тут могут быть проблемы с обычным градиентным спуском. но тем не менее давайте ее так поанализируем. Во-первых заметим что вот здесь у меня записан отступ на итом объекте. Давайте я еще поделю на c эту штуку и получится у меня вот чего. 1 делить на l сумма по всем объектам максимум из нуля 1 минус отступ плюс 1 делить на c на норму w в квадрате. Ну что мы получили? Мы получили что у меня тут такая классическая задача обучения линейного классификатора. Вот это у меня некоторый лосс это функционал ошибки а это регуляризатор. причем обратите внимание я вам писал уже эту формулу индикатор того что отступ меньше нуля можно оценить сверху максимумом из нуля и 1 минус отступ. То есть вот это как раз таки гладкая ну хорошо почти гладкая кроме одной особой точки почти гладкая верхняя оценка на индикаторную функцию потерь. Если вот тут у меня отступ а тут функция потерь вот у меня значит индикатор а значит моя вот это вот мой максимум из 0 1 минус m будет выглядеть давайте красным его нарисую будет выглядеть вот так значит вот тут у меня единичка это будет вот такая просто прямая до единички а тут будет 0 вот то есть получается что svm это тоже просто минимизация некоторой верхней оценки на долю верных на долю ошибок с регуляризацией и обратите внимание да что оказывается вот это требование того что разделяющая полота должна быть как можно шире это по сути дела регуляризация моей модели это вот кстати такой вот некоторый геометрический смысл l2 регуляризатора оказывается что если я для линейных моделей его применяю то я требую чтобы моя разделяющая гипер плоскость была как можно дальше от объекта получающей выборки вот это вот такое интересное наблюдение что еще можно сказать про свм и логистическую регрессию давайте я нарисую здесь еще функцию потерь для логистической регрессии она у меня напомню выглядит как-то вот так вот значит зеленая кривая это у меня логарифм от 1 плюс e в степени минус m давайте некоторые их извините давайте проведем некоторое их сравнение значит про логистическую регрессию мы с вами знаем что она максимизирует отступы то есть логистическая регрессия требует чтобы у меня отступы на всех объектов стремились к бесконечности плюс бесконечности ну и видно почему на графике потому что она никогда не достигает нуля она вот идет тут у меня приближается к нулю но никогда нуля не достигает поэтому всегда если я сдвину отступ чуть-чуть вправо у меня ошибка получится чуть-чуть меньше и минимум достигается только в бесконечности с другой с другой стороны в свм в свм я все что требую это чтобы отступ отступы были больше или равны единице видите у меня уже в единице ошибка равна нулю в случае с свм и дальше мне не важно что происходит с отступом даже если отступ там 2 3 10 миллион это мне ошибку не уменьшат она уже нулевая на этом объекте это вот основное отличие логистической регрессии от свм свм не пытается мне максимизировать отступ ну и поэтому в принципе свм оказывается чуть лучше если вы оптимизируете какую-то метрику качества которой важно только чтобы вы могли разделить объекты нормально ну то есть он обычно оказывается там лучше для там площади подрок кривой f-меры а логистическая регрессия хороша если вы если ваша цель не оптимизировать какой-нибудь аукрок а ваша цель получать хорошие вероятности на выходе то есть если вам там лог-лос нужно оптимизировать если вам нужно оценивать вероятности то лучше логистическую регрессию использовать ну и действительно вы там на практике наверняка заметите в какой-то момент что если вот вы реально хотите аукрок улучшать то свм дает чуть-чуть лучше результат вот там незначительная разница обычно то есть там не стоит прям за этим гоняться но если уж совсем там хочется какие-то доли после запятой улучшить то наверное свм даст чуть лучше результат вот вот это все что я хотел рассказать про свм вот тут спрашивают илья будем ли мы максимум сглаживать для практического случая нет нет мы будем просто пользоваться каким-нибудь там субградиентным спуском и этот максимум напрямую оптимизировать да свм обучается медленнее про калибровку ну да собственно я как раз про нее хотел сейчас сказать ну подробнее про это на семинарах еще будет но давайте я сейчас в двух словах обозначу проблему значит смотрите можно некоторым образом визуализировать то насколько хорошо моя модель оценивает вероятности можно это сделать следующим образом давайте я нарисую две оси вот здесь у меня все будет от нуля до единицы ось x я побью на такие корзинки какого-то размера ну допустим вот корзинка у меня от нуля до ноль одного и давайте я найду все объекты на которых моя модель выдала вероятность от нуля до единицы то есть вот у меня будет значит b от x вероятность из модели и и вот здесь давайте я помещу вот в эту корзинку все объекты из обучающей выборки для которых у меня значит эта вероятность находится между ноль одним и нулем ну наверное будет правильнее вот так не включать правый край и давайте для этой корзинки для этих объектов для которых модель выдала вероятность от 0.1 посчитаю какая среди них реально доля положительных объектов ну допустим там 10 процентов положительных объектов среди вот тех для кого модель выдала такие вероятности и вот так я проделаю для каждой корзинки в итоге у меня получится некая вот такая кривая если точки соединю ну она обычно какая-нибудь вот там такой вид имеет например давайте я другим светом нарисую давайте зеленым вот какой-нибудь такой вид она имеет но эта штука называется калибровочной кривой плохо писать я штука называется калибровочной кривой и она по сути отражает насколько хорошо моя модель выдает вероятности если эта кривая как-то находится близко к диагонали то тогда действительно я беру объекты у которых вероятность около 0,5 среди них оказывается половина положительных ровно то чего я жду от объектов с такой вероятностью я беру объекты у которых вероятность положительного класса около единицы реально там почти все положительные то есть если эта кривая близка к диагонали значит мои вероятности оцениваются корректно Вот Никита спрашивает, что вероятность только логистической регрессии. Ну, смотрите, я же могу взять просто вектор весов, обученный СВМом, от него взять сигмоидоскалярного произведения с этим вектором весов и получу тоже числа от нуля до единицы. И могу исследовать, насколько это хорошие вероятности. Вот речь об этом. Да, спасибо за вопрос. Так вот, и нередко, когда вы рисуете калибровочные кривые для разных моделей, вот типа зеленой оказывается у логистической регрессии, действительно она находится около диагонали. А у СВМа нередко калибровочная кривая выглядит как-то вот так. Ну, можно, ну, как бы давайте сигмоиду, давайте считать, что мы сигмоиду берем. Вот, то есть, видите, у СВМа вот типичная такая калибровочная кривая имеет вид вот такой и явно не калиброванная. Вы берете объекты там с вероятностями, допустим, там, не знаю, 0.3-0.4, а среди них почти все отрицательные. То есть этим вероятностям доверять нельзя. Вот, и как бы вот это показывает, чем СВМ хуже. Вероятности он вам не оценит. Ну, типа тут в СВМе я тоже взял сигмоиду от W на X плюс B. Никита спрашивает, разве выход модели у нас был не от минус 1 до плюс 1? Ну, у меня от минус 1 до плюс 1 знак скалярного произведения. Он либо минус 1, либо плюс 1. А если я возьму просто скалярное произведение, возьму сигмоиду, он будет от 0 до 1. Свойство сигмоида такое. Что с этим можно сделать? Ну, вот, в принципе, можно пытаться калибровать. Смотрите, допустим, вот я знаю, что у меня у объектов с вероятностью от 0.4 до 0.4 обычно вот как бы ситуация такая, что вероятность у меня 0.3 до 0.4, а на самом деле по факту там объектов отрицательных почти нет. Ну, давайте тогда я просто буду корректировать эти вероятности и делать их такими, чтобы вероятность совпадала с долей положительных в этой корзинке. Вот, значит... Давайте запишу это. Можно калибровать. Для этого можно преобразовывать b от x так, чтобы кривая была близка к диагонали. Да, если вы по нормальной выборке сделаете такую калибровку, то она будет устойчива на тесте и действительно SVM калибруют и получается что-то вменяемое. Какие методы калибровки мы на семинарах поговорим, ну, или уже там у кого-то это было. Вот, ну, там кратко скажу, что вот можно либо там подменять, либо можно навернуть поверх, значит, вашей, вашего скалярного произведения просто некоторую сегмоиду там с параметрами, типа сегмоида от альфа на скалярное произведение плюс там бета какая-нибудь, и эти альфу и бету обучить на логлос. Вот, и, значит, у вас получится тогда такое вот преобразование, которое дает что-то разумнее. Вот Георгий говорит, что, может быть, для SVM нужно было взять не сегмоиду. Ну, вот нет. Потому что у вас же, ну, главное, как бы, из-за чего получаются вероятности, это вот то, что вы максимизируете отступы. Вы, как бы, стараетесь для объектов положительных максимизировать уверенность в том, что это положительный объект, для отрицательных максимизировать уверенность, что это отрицательный объект. А SVM тупо этого не делает. Он вот вам берет, объект разделяет полосой и убеждается, что отступы на больше единицы. Поэтому там вы какое преобразование не возьмете, у вас получится что-то типа красный пивой. Ну, там калибровку еще нужно делать тоже по кросс-валидации. Ну, короче, ладно, давайте это не буду обозначать. Пока вот все, что я хотел вам показать, что есть калибровочная кривая, на которую можно смотреть, чтобы понять, насколько хороши вероятности. И можно калибровочной кривой пользоваться, чтобы сделать выходы вашей модели более похожими на вероятности. Ну, и последнее, что я хочу рассказать на сегодня, это метрики качества, ну, даже не так, давайте про многоклассовую классификацию и про метрики качества классификации. Ну, по-английски называется multi-class. Почему SVM так называется? Напомните мне, вот сейчас как бы важнее успеть то, что будет. Напомните мне в конце лекции, я расскажу, почему SVM так называется. На самом деле про это пока рано немножко говорить, про это у нас во втором семестре будет подробно, про то, что там за опорные векторы. Давайте поговорим про многоклассовую классификацию. Значит, это, напомню, задача, в которой у меня классов не два, а K большое. Ну, давайте будем вести себя как настоящие математики, и вместо того, чтобы придумывать какие-то новые способы, будем просто сводить многоклассовую классификацию к бинарной классификации. Для этого есть очень много вариантов, ну, большинство из них экзотические, а вот стандартных, ну, наверное, там два или три. Я расскажу два. Значит, первый способ, как сводить многоклассовую классификацию к бинарной, называется один против всех. Ну, или там one versus all. Ну, или можно one versus, нет, нет, нет. Это правильный вариант, других нет. Значит, в чем идея? Вот у меня есть, допустим, три класса. Крестики, нолики и треугольнички. Давайте я просто построю для каждого класса классификатор, который отделяет этот класс от всех остальных. Давайте я построю такой классификатор, такой и вот такой. И дальше буду как-то ими пользоваться. И каждый из этих классификаторов, обратите внимание, уже решает бинарную задачу. Отделение конкретного класса от всего остального. То есть у меня классы этот класс и все остальное. Ну, вот или я говорю, что, наверное, это можно назвать one versus other. Ну, вроде да, но я таких названий что-то меньше встречал. Даже не встречал, наверное, чем one versus all. Как это формально можно записать? Значит, давайте я сформирую выборку x-ката для каждого класса k, маленького, которая будет устроена вот как. Значит, объекты у меня там все те же самые, а вот целевая переменная у меня будет иметь вид 2 умножить на индикатор того, что it-объект относится к k-катому классу, минус 1. То есть у меня в k-катой выборке класс положительный для k-катого класса и отрицательный для всех остальных. А, вот, спецкалерния one versus rest. Ну, окей, one versus rest, окей, да, хорошо. Вот, такую выборку я сформирую и на ней обучу классификатор, ну, давайте я его обозначу b-катой от x. Ну, точнее, как. Я обучу классификатор a-катой от x, который равен знаку b-катовой от x. Его я обучаю на x-катом. Ну, а, собственно, b-катая от x – это у меня скалярное произведение какого-то w-катого на x плюс b-катая. Вот, значит, вот я обучил k-кассификаторов таких. Как я дальше принимаю решение, к какому классу отнести объект? Ну, очень просто. Моя итоговая модель a от x будет брать arg-максимум по всем классам от 1 до k большого от b-катого от x. То есть, по сути дела, я буду относить к тому классу, уверенность в котором больше всего. Ну, типа, смотрите. Вот, допустим, у меня есть вот тут объект какой-то. Не знаю, давайте где-нибудь его. Вот тут какой-нибудь объект. Значит, смотрите. Я считаю, по сути дела, что такое b-катая от x? Расстояние от объекта до разделяющей гиперплоскости. Расстояние до гиперплоскости, которое соответствует крестикам, большое. Расстояние до гиперплоскости, которое соответствует треугольничкам, маленькое. Значит, я отнесу к крестикам. Потому что в том, что это крестик, я уверен, больше. Ну, вот такой очень простой подход. Его проблема в том, что классификаторы, когда обучаются, не знают друг про друга. Они не знают, что я потом буду их выходы сравнивать и брать класс с максимальным b-катым от x. Это проблема, потому что они могут там, не знаю, разного масштаба веса мне выдать и так далее. И из-за этого какие-то проблемы возникнут. Ну, скорее всего, не выдадут, если я регуляризую правильно каждый b-катый. Но, тем не менее. Кстати, вот заметил, что у меня тут проблемка. b-катая. Давайте свободный коэффициент буду изучать w0-катая. Да, по сути, я отношу объект к классу с наибольшим марджином, с наибольшим отступом. Можно ли, вот Данила спрашивает, получить вектор вероятностей? Можно. Ну, немножко костыльный способ, но тем не менее. Если я хочу получить вероятность катого класса для объекта x, я могу взять экспоненту от b-катого от x и поделить на сумму. по всем классам экспонент от... только тут не k нужную, а какой-нибудь, не знаю, g. b-g-t-x. Это называется softmax-ом операция. Ну и вот типа она мне превращает вектор из k произвольных вещественных чисел в вектор чисел, которые от 0 до 1 меняются и суммируются в единицу. Вот нет, Илья, вот классификаторы через ошибку не знают друг друга. Эти классификаторы учу независимо. В том и дело. Я их учу независимо, и поэтому они не в курсе, что они потом вместе будут применяться. Еще есть способ. Ну давайте я даже, наверное, не буду про него подробно рассказывать. Но называется все против всех. All versus all. Ну или там можно еще называть one versus one. Вы скалернее можете посмотреть, как это называется. Здесь идея такая, что я давайте построю c из k большого подва классификаторов для всех пар классов. То есть у меня, значит, будут классификаторы a и t житая, которые, по сути, обучаются только на паре и того и житого класса и, значит, будет принимать решение, к какому классу скорее объект относится, к и тому или к житому. Да, вот Игорь меня поправляет, что в вероятности… Так у меня же бэккат, я включаю в себя W0. Свободные члены сюда входят. Да, я не ошибся. Вот, значит, сравниваем все пары классов и потом относим к тому классу, за который было больше всего голосов. У меня там моя модель итоговая, тоже берет arg-максимум по всем классам. И, значит, мы смотрим, сколько раз у меня победил класс K. Тот класс, который победил больше всего в парах, к тому и относим. Ну, этот подход лучше, потому что у меня классификаторы и не должны знать о существовании друг друга. Они просто должны уметь отличать пары классов между собой. Никита говорит, что наверняка можно уменьшить число классификаторов. Можно, я же говорил, что есть там более хитрые вристики, но, в принципе, можно и эту. Ну, да, вам придется построить квадратичное по числу классов классификаторов. Есть многоклассовые обобщения разных методов. Ну, например, давайте вот как третий пример приведу. Есть многоклассовая логистическая регрессия. Значит, как она работает? Предлагается делать вот что. Собственно, я уже записал формулу для pk2 от x. Вот здесь она, да? Давайте я просто запишу функционал, похожий на то, что у меня было в случае с логистической регрессией двуклассовой. Давайте я просто возьму сумму... Нет, плохо записал. Значит, сумму по всем объектам, сумму по всем классам, индикатор того, что и t-объект относится к катому классу на логарифм вероятности того, что и t-объект относится к катому классу. И эту штуку буду максимизировать. Вот, то есть я просто взял значит, для каждого объекта логарифм вероятности того, что объект относится к этому классу и максимизирую сумму логарифмов этих вероятностей. В индикаторе y и t равно k, то, что и t-объект относится к катому классу. Вот, тоже часто используют, и как бы этот метод лучше, потому что вот тут как раз-таки модели, по сути, знают друг про друга. Что стоит в верхнем индикаторе? А вот здесь, здесь у меня индикатор того, что классификатор, который отличает и t-класс от житого, отнес объект x к классу k. То есть, по сути, в этой сумме я считаю, в какой доле соревнований у меня катый класс победил. Окей. Ну и давайте скажу про метрики качества в многоклассовой классификации. Там же как-то тоже качество мерить нужно, да? Ну, в первую очередь замечу, что вот accuracy доля верных ответов считается вообще без изменений. Просто я считаю долю объектов, на которых я угадал правильный класс. Тут как бы все, как и раньше. Да, Данил, правильно. У меня а это... Ну, я же сказал, я кратко про это рассказал, не хотел тут закапывать свое обозначение. Да, а это и житое у меня принимает значение либо и, либо жи. Да. Так вот, значит, текиорист считается как раньше. А вот вопрос теперь, как считать, собственно, там пресижены, какие-нибудь реколы, да, и так далее. Ну, вот предлагается поступать следующим образом. Значит, давайте я рассмотрю задачу отделения катого класса от всего остального. Вот, значит, y и t с индексом верхнем k. Это у меня плюс 1 для катого класса, минус 1 для всех остальных. Ну, и давайте, значит, я рассмотрю модель вот такую a kt от x, которая смотрит, угадал ли я то, что класс катый на объекте x. Вот, давайте, значит, я вот такое сделаю сужение моей задачи до задачи определения того, что объект относится к катому классу. Для вот этих вот новых целевой переменной и модели я могу посчитать мою матрицу ошибок. Могу посчитать true-positive kt, false-positive kt, false-negative kt, true-negative kt. То есть я посчитаю все эти четыре показателя для задачи, где я просто учусь отделять катый класс от всего остального. Ну, а теперь, когда мы умеем считать вот эти вот true-positive, можно по-разному их усреднять, чтобы посчитать precision, recall и так далее. Тут есть два подхода. микроусреднение и макроусреднение. Давайте их разберем. Да, вот мне сказали, конечно, accuracy нужно на n поделить. Простите. Спасибо, Анастасия. Спасибо. Значит, как работает микроусреднение? Значит, сначала я посчитаю среднее значение по всем этим четырем метрикам, по всем классам. Например, посчитаю true-positive среднее, которое будет вычисляться как среднее по классам, сумма по k маленькому от 1 до k большого, true-positive kt. Ну, и то же самое посчитаю там для false-positive и так далее. И дальше, если мне нужно посчитать precision, например, то я возьму уже средние значения и по ним вычислю значение точности. Сначала я усреднил в эти вот true-positive и так далее, в эти микропоказатели, а потом посчитал уже мою основную метрику на основе этих микропоказателей. А есть другой подход, макроусреднение. Собственно, тут нужно поменять местами эти операции. Давайте я сначала посчитаю precision для каждого класса и затем усредню по всем классам. Итоговый мой precision будет равен сумме, ну, среднему precision по всем классам. Значит, в чем разница? Если у меня, ну вот про это так вот спрашивают, валидно ли усреднять precision? Ну, почему нет? У меня есть precision и по отдельным классам. Я хочу, чтобы все они были как можно больше. Ну, значит, я могу максимизировать их сумму. Ну, конечно, тут физический смысл ускользает, но он, по-моему, ускользает в обеих случаях. Поэтому, собственно, вот эти вот всякие там средние precision, там, микроусредненные, макроусредненные не очень часто считают для задачи многоклассовой классификации. Ну, то есть, усреднять непонятно зачем их. Скорее на них смотрят в разрезе по каждому классу. То есть, вот просто там, допустим, у нас есть 4 класса, и я для каждого анализирую precision и recall и делаю из этого какие-то выводы. Но если, типа, вам очень хочется их усреднить, то вот я рассказываю два подхода. Вот. Да, они странные, я согласен. Значит, в чем разница между ними? Значит, смотрите, как вот Игорь говорит, если у меня какой-то класс очень маленький, да, вот, какого-нибудь там класса очень мало, то у него вот эти абсолюты, true positive, там, false positive и так далее, тоже будут небольшими. И тогда вот в этих вот средних, true positive среднее, будет маленький вклад от этого класса. Значит, если класс какой-то маленький, то вклад этого класса в общую метрику будет тоже маленьким. И так далее, ну, типа вот в этом среднем самый большой вклад будет у тех, как бы, классов, для которых true positive cut самое большое. Ну, а понятно, тут просто от размера класса зависит. В принципе, это может быть неплохо. Может, реально у вас там задача классификации на 10 тысяч классов, есть какие-то классы, у которых мало представителей, на которые вам пофиг, не находятся они, и ладно. Ну, тогда вот микроусреднение вполне нормальная тема. вам эти классы, даже если на них все очень плохо, не будут портить общий результат. И наоборот, если вам важны все классы, даже маленькие, тогда нужно использовать макроусреднение, потому что precision по отдельному классу уже устойчив к размеру этого класса, precision в любом случае от нуля до единицы у вас, и дальше вы усредняете эти precision по сути равноценно. все классы вносят равный вклад здесь. Ну, вот разница вот в этом. В общем-то, если вам нужно какой-нибудь там, если вам очень хочется аукрок посчитать для многоклассовой классификации, ну, тут мне, конечно, сложно представить, как микроусреднение к нему примите, это, наверное, можно придумать, но вот макроусреднение точно можно. Вы считаете аукрок для каждого класса в отдельности и усредняете эти ауки. Вы меня спрашивали в прошлый раз просто, вот я отвечаю. Вот, вот. Ну, значит, на этом у нас заканчивается тема про линейную классификацию. Конечно, тут еще много о чем можно было бы поговорить. Можно было бы там подробнее поговорить про то, как какой-нибудь свем, обобщить на многоклассовые случаи, но это такая очень муторная тема. Можно было бы поговорить про вариации, например, про классификацию с пересекающимися классами, но это будет уже в следующем семестре, мы про это тоже там подробно поговорим в МО2. Можно было бы поговорить, ну, не знаю, про то, почему СВМ – это метод опорных векторов. Кстати, про это давайте сейчас расскажу, но в целом мы тоже, там, для этого нужна некоторая еще теория, и, значит, мы про это пока не говорили. Да, вот, собственно, можно было бы про kernel trick поговорить у СВМ, объясню, почему я про это не рассказываю. Действительно, в СВМе можно сделать некоторое такое очень красивое математическое преобразование, которое позволит им строить модели с нелинейно разделяющей поверхностью, но, в принципе, это уже ушло куда-то в прошлое, если вам хочется нелинейную модель, вы строите какие-нибудь композиции деревьев. Редко сейчас увидите СВМ с ядрами используемые. Вот, поэтому я как бы, поскольку у нас курс такой, тут МО1 довольно сжатый, нужно рассказать самое полезное, я это выкинул. Но, те, кто на МО2 останутся, мы, значит, с вами там забудем про практическую полезность, сделаем вид, что мы любители теории и математики, и вот там подробно обсудим, как ядровой переход делается для СВМ. Просто, чтобы вы понимали, почему я сейчас про это не говорю. Давайте в двух словах скажу, почему СВМ называется так, как называется. Почему СВМ это метод топорных векторов. Значит, представьте, что у вас вот такая задача. И вот вы, значит, нашли ее решение. вот у вас, значит, разделяющая полоса. Вот. Значит, оказывается, оказывается, что в СВМ вектор весов, который у вас получился, представим вот в таком виде. то есть, вот в СВМ вектор весов это просто линейная комбинация ваших объектов, обучающей выборки, ну, с какими-то коэффициентами. Вот. Это уже такой довольно интересный факт, да, что вот оказывается, вот СВМ вам ищет вектор весов как линейную комбинацию объектов. Не для всех, наверное. Нет, конечно, при принципе, там, поскольку у вас объектов много, скорее всего, из них можно там сделать базис и представить любой вектор весов как вектор в этом базисе. Но типа СВМ прям в явном виде, если его там переписать по-другому, ищет вам решение вот так, через лямбды. Вот. И оказывается, что эти лямбды не нулевые только для объектов, которые лежат на разделяющей полосе и для объектов, которые вылезли за нее. Вот у вас этот объект вылез за разделяющую полосу и этот объект вылез за разделяющую полосу. И вот только для этих объектов оказывается, у вас лямбды будут неотрицательными. Да, у вас лямбды тут в целом неотрицательные, но вот типа только для этих объектов, которые лежат на границе или залезли не на ту сторону границы или, например, вот здесь оказались. Если у вас вот тут есть какой-нибудь крестик, то он тоже будет вот таким. Только для этих объектов у вас эти лямбды будут ненулевыми. И вот эти объекты, для которых лямбда ненулевые, называют опорными, потому что только они влияют на решение. По сути, если вы выкинете вот эти объекты, вот этот выкинете, вот этот, у вас решение не поменяется. Потому что решение зависит только от опорных объектов. Тех, которые лежат, вот как я сказал. Вот поэтому называется методом опорных векторов. Ну, почему так, мы, как я сказал, докажем уже в феврале с вами. Ну, а пока просто вот такая мысль. Ну, хорошо. Никита говорит, можно ли юзать для ускорения обучения СВМа? Нет, нельзя. Ну, типа, вы заранее не знаете, какие объекты опорные. Чтобы найти опорные объекты, вам нужно обучить СВМ. Поэтому вот тут такая проблема курица и яйца. Нет, ускорить вам это никак не поможет.